У нас скважина, мы ее уже отключили, у нас насос в воде. У меня осталось полторы кастрюли воды, питьевой, все, нету больше. Мне даже не привезти, канистры не поднять, бутылками бозить придется. Зато не питьевой воды в избытке. Почти все 10 соток участка семьи Конобеевых оказались затоплены, пострадали грядки и теплицы. Об урожае уже можно забыться, крушается пенсионерка Алла Тимофеевна. В бане, подвале и гараже плавают вещи. Еще чуть-чуть и вода польется в дом через слуховые окна. Мы же не думали, что так у нас будет. Где-то такие, не маленькие, извините мне, деньги стоят это все. А это все вот в воде стоит, я не знаю. Как насос у нас сейчас в воде будет, как работать будет, это же все покупать надо опять. В воде стоят снегоуборочная машина, мотособака, квадроцикл, велосипеды. Пенсионеры говорят, что просто не смогли убрать технику вовремя, она слишком тяжелая. Тем более, что хозяин дома Виктор Владимирович инвалид-колясочник. Его супруга переживает, скоро даже не сможет подъехать к их участку. Топить Вичелова начало с пятницы, рассказывают местные. Хотя сама проблема существует уже не первый год. В 2017-м на помощь дачникам пришли спасатели. Помпы поставили, здесь помпы поставили и через дорогу. Сами мы заказывали экскаваторы, там приямок выкопали. Так они за сутки все выкачали, выкачали помпы. Хорошо, ну 200 метров до моря этих рукава надо. Заложниками стихии стали и домашние питомцы. Любимец пенсионеров, хаски, боится воды и теперь не покидает веранду. Выйти из дома не могут и соседские кошки. Ну иди, иди, кс-кс-кс. Давай иди, Музька, иди кс-кс-кс-кс. Потому что у нас самое низкое место. Почему? Ясное дело, надо поднимать, 10 камазов привозить сюда, вон, песку, засыпать. Вот как раз по этот уровень, как сейчас. И тогда, может, топить не будет. Соседей затопит. Они еще выше поднимут, значит, так и будет. Кто кого перегонит? 32. О, а здесь вообще 35. В Вичилово под водой оказалось несколько улиц. Среди них центральная Вологодская полевая. Администрация совершенно не хочет нам помогать. Они вчера приезжали. Была какая-то комиссия. Звонили мы туда, сказали, что проблему они решают. Но сколько они решать будут ее? Пока они решают, мы вообще под воду все уйдем. Сегодня комментарий ни от администрации югского сельского поселения, ни от руководства Череповецкого района нам получить не удалось. Однако жителям в социальных сетях руководство муниципалитета сообщило, что накануне было проведено обследование затопленных территорий. По словам чиновников, сейчас всю воду откачать они не могут. Причины на улице Центральной нет водоотвода, а на Рыбинском водохранилище высокий уровень воды. Хотя еще в прошлом году, когда наши журналисты заинтересовались этой темой, администрация района пообещала восстановить дренажную систему. Специалисты даже нашли причину подтоплений. Когда произошло выделение участков, дополнительное выделение участков, и один из жителей, по участку которого проходила часть дренажной системы этой отвода воды, закрыл водоотвод. Тогда владельца злополучного участка нашли. На этом дело, видимо, и закончилось. Вода весной по-прежнему никуда не уходит с улиц деревни. И дачникам приходится надеяться только на солнечную погоду или что их снова приедет спасать МЧС. Александр Шагичев, Сергей Павлов, Новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...